Как сделать город ярче и красивее? Видно достаточно парков, скверов, есть фонтаны, высажены цветы на клумбах. А вот настенные рисунки, то есть граффити, вид современного уличного искусства, начинает активно развиваться и украшать просторы нашего родного города. Стремянка, рабочая одежда, держатель для флаконов с аэрозольной краской и большое пространство для творчества. Рисуешь медленно, значит насыщенно, быстро, рассеянно и бледно. Тут целая наука, разметка стены, регулировка толщины линии при помощи насадок. Художник Никита Хомяков увлеченно занят работой, поэтому немногословен. Считается ли граффити искусством, если да, то почему? А почему нет? Рисунок и рисунок. Искусство, искусство. Эмоции вызывает, вызывает. Искусство для чего нужно? Чтобы вызывать эмоции, эта эмоция явно вызывает. Дети бегают, смотрят. В теплосети более 50 объектов. Каждый год объекты красятся и становятся новым полотном для мастерства. Сделав три года назад одно ЦТП на проспекте, мы заметили, что ребята уважают труд других и не портят ничего. Принято решение, самые для начала видовые объекты раскрасить, выбрать тематику, раскрасить их специализированной организацией. Сейчас мы подготавливаем еще три договора на две будки в Дрожжино, в Новодрожжино, и одна возле Ростов-Дон. Я думаю, в ближайшем будущем мы уже займемся этими объектами. В основном дарим положительные эмоции, ради этого работаем. В виде эскиза был выбран образец, знакомый нам с детства. Русская сказка, сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Жители города положительно относятся к красивой разрисовке. Нормально, хорошо, приятно даже. Неожиданно как бы площадку украсил. Ну, красиво. А сами не желали бы заняться графиком? Попробовать, да. Вот к этому я отношусь очень хорошо. Только всегда говорю, руки бы отвалились у того, кто начнет портить. Бывает и так. После долгих стараний художников появляются желающие внести свой плац. Так, к примеру, произошло около детской поликлиники. Ну, сначала первое какое-то граффити было. Мы думали, это будет красиво, ничего не испортит. Но потом это все продолжалось и превратилось вот, обклеенными объявлениями, нарисованное, разрисованное всякими баллончиками, красками. Может быть, горе-художникам стоит задуматься и направить свое творчество на эстетическую красоту. Чем портить работы тех, кто вкладывает свою душу и делает город лучше. Диана Гаврилова, Виктория Филатова, Евгений Петров, Евгений Садовский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.